Слава нашему Господу за то, что Господь продлил нашу жизнь, и мы можем и сегодня, имея внутри своего сердца желание, пройти при лицо Господне, попросить благословения, чтобы еще раз не просто послушать Слово Господне, а взять его для себя как пищу необходимую, как оружие, потому что мы знаем, что Священное Писание называет оружием, мечом обоюдоострым, и это действительно так. И вот то, что мы сегодня делаем, насколько это можно, знать просто Слово Господне, это значит иметь меч или цитировать его, а понимать его, это означает, что он должен быть отточенный. Отточенный меч. Не просто как меч, которым невозможно пользоваться, а острый. И чем мы его глубже понимаем, тем он острее. И люди всегда очень ценили вещи из металла, особенно, когда дело касалось каких-то режущих, колющих инструментов, которые очень твердые, закаленные и острые. Вы, например, со школьной скамбии знаете, что сегодня очень люди недовольны, что потирали, секрет, аносовской стали. Вы знаете, что было там аносовская сталь. Когда делали клинок, оттачивали, им можно было нарубить хвоздей, а потом побриться. А вы знаете, братья, знай, что такое брыться. И если это не острый предмет, вы знаете, что это такое, побрыться лезвием, которое тупое. Для чего я это сказал? Я очень хочу, чтобы сегодня мы имели Слово Господне, как меч, отточенный и острый. И когда апостол Павел не просто знал Слово Господне, а понимал смысл его, то никто его не мог сбить с пути. Я не однажды вспоминал это место Священного Писания и события, с которым оно было связано. Но когда иудеи или древний народ, они держались законом Моисеева, то очень трудно было доказать, что закон Моисеев уже отжил свой, он уже не существует. Я понимаю, насколько это было важно. И что вчера, это было все. А сегодня, когда Христос уже умер, это сегодня уже проходит почти третья тысяча, мы считаем, пошла. А когда один день всего, первый день был, и уже надо было проповедовать, что закон Моисеев потирал силу. Вы представляете, как это выглядело? И что вчера это все было? Наказывали по закону, судили по закону, а сегодня уже утверждают, что закон Моисеев силу потерял. Но Павла, который в свое время тоже был очень ревностным, защитным законом Моисеева, но который Господь просветил и дал ему глубину познания в Слове. Вы знаете, он был восхищен в рай, там слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. И он знал, что он знал. Но для людей надо было, чтобы не просто Павел сказал, что ему Христос сказал, ему надо сказать, а где написано? И когда иудеи утверждали, что апостол Павел еречик, я как-то выразился в Священном Писании, и есть еще одно название, которое ему дали противники Слова Божия, ересь назарейская. Вот мы называем благодать Господнюю, они называли назарейская ересь. И говорили, что Павел это представитель назарейской ереси. Помните, который смущает вечно. Не удивляйте, что вас еречиками называть будут. Я однажды сказал, да, я еречик. Я проповедую назарейскую ересь. Вы правильно сказали все. Я от этого не отказываюсь. И вот Павел, который понимал, что все основано на слове Господнем, когда ему убеждали, что все-таки надо соблюдать закон, то он брал пример Авраама, Измаила, Исаака, и говорил, вот Исаак, вот Измаил, вот его мама Агар, и говорил, вот это закон, вот это благодать, вот это рождение. И говорит, что было сказано об Измаиле? Изгони ее из сына ее, ибо не может сын рабы вместе быть начленником, сыном свободным. Так что вы не убеждаете меня. Наверное, кто-то говорил, ну и выдумышка этот Павел. Ну, нашел же, кем оправдывается. А он знал, что Измаил – это пробрый закон. Вот его оружие было отточено. Если говорить о нем, как о его вере, о корнях веры, то они очень глубоко были пущены. И его нелегко было вырвать. И невозможно, потому что корень был в этих глубоких водах. Поэтому, когда и мы сегодня читаем Священное Писание, то читаем только с одной целью – чтобы нам быть укорененными. Чтобы наш мир был отточенный. Я тоже как-то напоминал, вспоминал, что в свое время Господь предупредил меня, что придет смущение. Помните, я рассказывал, оно было основано на первых страничках Библии. Там, где написано, что нам, значит, где-то в течение 7 дней Бог создал все – землю, луну, значит, свет был, а на четвертый день поставил Бог солнце. Говорит, откуда же был свет? Говорит, Бог сказал, первый день добудет свет и стал свет. А солнце, луну поставил на четвертый день. Откуда был свет? И когда-то перед этим Господь предупредил, говорит, вот, говорит, враг приготовил для тебя оружие, я уже не полностью передаю то, что тогда было, я уже не со всем помню, я сам смысл передаю. Говорит, будет утреблен меч, но он у него, говорит, ржавый и тупой. Он у него ржавый и тупой. И вот, когда пришло время, да, я читаю в газете вот то, что я рассказывал, и думаю, ну да, потом читаю Писание, но он доказывается, что солнце и луна – это не источники света, это светильники, через которые свет переправляется на землю. Оказывается, природа света, и свет был создан действительно в первый день, а уже на землю переплавлены уже через солнце, через луну, и оказалось, что правда, и его меч, значит, тупой и ржавый. Или кривой, что тут тупой, то точно помню, наверное, или кривой, или ржавый у него меч. Поэтому нам сегодня очень важно, особенно в наше время, знать это слово Господь так, как должно, глубоко. Ну, и я уже пытаюсь, насколько я могу, я не говорю, что я лучше всех знаю, я на своем уровне, кто-то, может быть, поглубже, кто-то может сказать. Но то, что я хочу сказать сегодня, я бы хотел, чтобы мы не просто сегодня вот это слово Господне прослушали, но чтобы взяли его как оружие, чтобы взяли его как питание, чтобы мы пытались его исполнить, это слово. Потому что это есть цель, если просто вот так, но не совсем то, что надо будет, совсем не то направление сердца, если просто, ну, знать, цитировать, но не выполнять, ну, что с этого тогда? Тогда просто-напросто что-то будет несовершенное в нашей жизни до конца. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас. Я просто напомню очень коротенько прошлый разбор. Вы помните, мы много говорили о том, что наша жизнь такая, что все войны, войны, войны и войны. Если бывали в нашей жизни времена вот такие спокойные и тихие, то я не знаю, какой пропорции, но, наверное, гораздо меньше было таких приятных времен, чем тех, которые усмышление проводили, чем тех, которые горечь какую-то проносили. И Писание говорит, да, мы живем на этой земле. И если Бог давал времена передышки, то давал для того, чтобы укрепились на будущее время. Я тоже не раз говорил о том, простой пример проводил, вспоминая вот это место, все, что написано, с Нееми, с Ездры, когда отстраивали город, Иерусалим, Стины, почти разрушение, значит, во время пленения. То там написано, интересно, что одной рукой держали воду или, наверное, строительный какой-то инструмент, а во второй руке был меч. И наша жизнь и заключается в том, трудная почему? Потому что надо и сражаться, и работать одновременно. И помните, я вам говорил, когда сегодня юношей забирают в армию, то там они уже не работают. Они там учатся воевать. Когда мы приходим на гражданку, то уже не учимся воевать, мы работаем. А вот в христианской жизни все надо делать и одно, и другое. И воевать, и работать. И я понимаю, если бы не милость Божья, если бы не Божья поддержка, то никто из нас не дошел бы до сегодняшнего времени, как христианин. Не выдержали бы и не устояли бы. Потому что и то, и другое, оно отнимает силы. Поэтому здесь, в общем, написание очень часто говорит о том, как жизнь наша проходит по земле. И помните, мы в прошлый раз читали, вот будут вооружаться против тебя. Будут. И никуда не денешься. Будут. Но самое главное, на что мы обращаем внимание, но нет меня. Но нет меня. Потому что, если от меня, это Бог говорит о Своем имени, то никто не устоит, если Он возбегнет противников. А если не от Него, то вы помните, определенное какое? Падут. Падут. Не просто не будут иметь успеха, а падут. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы это приняли во внимание. Не смущались ничего, что приходит в нашу жизнь. Потому что сегодня брат Сирожи читал, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Почему? А потому что в скорбях мы испытываемся на предмет противления греху. Правда, сегодня люди привыкли грешить и тогда, когда все кругом свободно, от нечего делать, не знают, чем заняться. А в общем-то люди падают, как правило, в сражениях. Они падают, когда трудности приходят в жизнь. Особенно, когда дело касается христиан. И как раз то в трудностях, которые приходят, и открывается, кто есть кто, что мы из себя представляем. И вы помните один из текстов Писания? А если ты в день бедствия оказался слабым, то что? То слабо сила твоя. Может, ты думал, что сильный? А думал, что тебе еще по плечу? Думал, что уже никаких преград не будет? И когда оказался слабым? В день бедствия. Не просто такой приятной обстановки, естественной, повседневной, когда ничего не меняется день от дня. А вот допускает Бог бедствия определенные. И мы себя очень легко можем проверить. Бедствие, наверное, никому абсолютно радости не приносит. И если мы благодарим Бога за трудности, которые приходят в нашу жизнь, то только потому, что понимаем, что Бог это для чего-то допустил, и его конечности, чтобы мы стали лучше, чтобы мы стали сильнее, чтобы мы стали святее. И рассматривая жизнь с этой позиции, мы благодарим Бога. А вот сами болезни, сами проблемы, они никогда никому не проносили радости особой. Но в этой обстановке мы сами можем проверить себя, кто мы есть. Потому что другого проверить невозможно. Почему? По той простой причине для этого надо видеть внутренность человека. Даже не ту реакцию наружную, которую мы видим. Видеть состояние сердца. И здесь очень легко и просто. Если в трудностях пришло ожесточение, то уже с тобой происходит, со мной происходит не то, что надо. Вы меня хорошо понимаете? Если пришла ненависть, значит, плохо дело, с тобой, значит, не то, что надо, если пришло ожесточение, не тогда, когда мы в молитвенном доме, а когда нас презирают, когда нас притесняют, когда поступают несправедливо. И если в то время пришло ожесточение, плохо дело, а если мы плачем, потому что больно, мы не можем радоваться, потому что это несправедливо. Но если у нас нет ожесточения, а только, Господи, выведи, помоги, открой Ему, Ей глаза, совсем другое дело. И опять повторяю, потому что радоваться, когда плохо, никто не будет. И вы помните, что даже сам Иисус Христов в трудные времена, вы помните это местописание, начал ужасаться и тосковать. Правильно, я ничего не выдумал. Иисус Христос в трудное время перед голгофскими страданиями начал ужасаться и тосковать. Но в это время Он ожесточился на нас или нет? Нет. Хотя просил, Отче, если возможно, да минует в меня чаша сия. Я уже не раз рассказывал. И ни в одном месте говорил на эту тему. Не мог понять, почему Господь так молился. Ну, сказать, что отца не любил. Он же пришел по воле отца. Нас не любил. Ну, не скажешь, если бы не любил, не пошел бы на землю. И Господь говорит, что в жизни, говорит, всякого христианина очень четко голосом проговорил, не просто вот так вот мыслями, которые можно спутаться со своими, но очень четко сказал, в жизни христианина независимо, или всякого человека, независимо от его духовного возраста, независимо от его пола, всегда будут трудные времена, которые не принесут радости, которые будут болезненно отражаться. И тогда испытываться сердце человека. Вот в этой обстановке, как ты будешь исполнять волю Божию или отступишь назад? И вы помните, что Господь сказал? Впрочем, не моя воля, а что? А твоя да будет. Поэтому и сегодня у нас, если болит, то болит, если тяжело, ну то тяжело. А уже как мы проходим это тяжело, вот тут как раз и святость проявляется. Или мы в негодовании, в ожесточении, в раздражении, или уплачем, ну Господи, помоги, ну уже не выдерживаю, не могу. Но благослови. Но благослови, потому что самое первое, что Господь хочет облагословлять людей. И, наверное, если бы что-то было по-другому, то апостол Павел никогда не был бы апостолом. Он же гнал церковь Божию в неведении, в ожесточении, будучи неумерным равнителем отечественских преданий. Ну кому от этого легче было, что он в неведении бил, что в неведении брал и вел на исцезание? Кому легче от этого было? Никому. Но, наверное, эти люди молились за него. И потом пришло время, Бог говорит, это мой избранный сосуд. Но вот у него время такое, когда он делал, и сам не знал, что делать. Он же думал, что Богу служит. Это самая большая ошибка в христианстве, среди людей, которые имеют отношение с Богом. Он говорит, будут убивать вас и будут думать, что не этим служат Богу. Это же надо вот так вот. Будут не просто убивать, убивать будут. И будут думать, что они этим Богу служат. Вот так вот закрыты глаза. Человек, который упал в большинство, в искушение, верующий человек, если он не знает Бога, то во имя Бога будет делать неизвестно, потому что это же во имя Бога. Во имя человека. То надо думать, надо делать или не надо. Я же во имя Бога делаю все. Поэтому вы знаете, что говорит только, что во имя Бога, это еще не значит, что в самом деле это во имя Бога. Может быть, в свое имя. Может быть, во имя другого Бога. В неведении, я имею в виду, в непонимании. Поэтому нам просто очень хочется, когда мы исследуем Священное Писание, ну, прежде всего, самих себя исследовать. Потому что, я опять повторяю, другого нам трудно исследовать, потому что мы уж не знаем, что внутри сердца делается. И мы хорошо понимаем, и сами не раз такое испытывали, когда хотелось сделать как можно лучше, а получилось так некрасиво, так неуклюжно. Думаешь, ну, зачем это вообще и надо было? Поэтому для людей один подход, а Бог по-другому видит вот это все. И, наверное, направляет наше сердце на рассуждение для того, чтобы выправить все. Поэтому здесь Господь и говорил, что будут вооружаться. Будут. И сколько мы не будем жить на земле, будут. А вот как мы себя вести будем, завтра так, как сегодня, или по-другому, уже будет зависеть и от нас. Это будет и от нас зависеть, от нашего усердия. Я дальше не буду обращать внимание, кузнецы говорили, помните, мы говорили, что есть такое наследство у нас от Господа, это оправдание от Господа, помните? И это очень важно. И ни одно орудие, 17 стих 54 главы, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет соседаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь. Я обращал внимание на наследие, наследственность. Помните, о чем я говорил? Что в этого явления один корень, след. А вы, наверное, знаете, что следы имеют запах, правда? Вот для нас, вот мы прошли, и, кажется, и следов не осталось. Но есть такие животные, ищейка собаки, знаете такое? Они прекрасно возьмут след и ни с кем другим не спутают. Запах есть от наших следов. Есть дело от того, где мы прошли. И где-то он, в послании к коронфянам, апостол Павел сказал о благовествовании, там речь он не вел о наследственности, просто он говорил там о запахе. Для одних запах живительный на жизнь, а для других какой запах? Смертоносный на смерть. Это прошли, это прошли, прошли, сделали. И запах есть. Для нас? Нет. А для тех, кого Бог создал, чтобы искать по запаху, они прекрасно ориентируются. И я так иногда вспоминаю, думаю, ну как? Ну как можно? Иногда только даже и трава уже приподнялась, уже не подмятая. Нет, 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 идет по следу. Запах есть. След. След оставлен. И запах оставлен. Поэтому хотелось бы, чтобы в нашей жизни мы оставили хороший след, приятный. И вот как раз то, когда мы говорим о наследственности или наследии, тут чуть-чуть разница есть, но корень и явление одно. Наследство. Это тот дом, наверное, может быть, тот участок, где отец ходил, где мать ходила, где их следы оставлены. И я хожу по этим следам. Это мое наследство. А наследственность уже в духовном смысле слова, то характер передается детям нашим, иногда даже внукам. Вот то, что мы имели, и я обращал внимание на что. Мы можем передать только то, что мы имеем. И положительное, и отрицательное. Здесь разницы нет. Хотелось бы, чтобы это наследство было только положительное, но оно было только положительное тогда, когда мы будем наполнены только положительным. А если и одно, и другое есть, то одно, и другое передается. И как-то один из братьев, правда, это не наш брат, не с нашей церкви, так что не ищите в себя. Он как-то, мы ехали в машине, разговаривали. Он когда-то будет слушать, наверное, узнает себя. Он говорит, когда, говорит, у меня родился первый сын, он назвал так, я был, говорит, крученый, что такое крученый, но неуправляемый. И он такой. Он говорит, второй, я стал поспокойнее, и мой второй сын поспокойнее стал. А третий, уже не помню, что он говорил. И я полностью увидел себя в своих детях. для чего я это говорю на сегодняшний день. Мы дальше будем читать еще 56 главу. Там будем вести речь о правильном суде, о правильном рассуждении. И поэтому, как сегодня важно, нам, будучи верующими, дать себе правильную оценку вот своим делам, своим поступкам, правильными глазами посмотреть на все. Это очень важно. Вы знаете, что я очень часто встречаюсь с людьми несвободными. И у меня и примеры, может быть, такие, ну, может быть, слишком такие черные, как оно выразится, я не знаю, как тут выразиться, или резкие такие. Вот две сестры было родных. Две родные сестры. И оказалось, и одна была несвободна, и другая. И вот я слышал исповедь одной, первой. Она так разрисовала себя и свое родство. Ну, вы знаете, что хоть край, хоть край не прикладывай. Сколько мы за ней молились, пока она не получила свободы. Это я не знаю, сколько. Вторая, когда рассказала о своих родственниках. Совсем с другой стороны. Она за одну молитву, за один вечер получила свободу. Она правильную оценку дала. Вы меня хорошо понимаете? Вот эти следы. Она рассмотрела правильно. И я удивился. Как так можно? Вот две сестры, а одна и та же семья. Ну, одна так разрисовала все. Ну, прямо-таки, ну, я не знаю. Хоть памятники став каждому. Другая правильно все сказала. Я когда послушал, ну, и с одной замучились, а другая, я думаю, за один вечер за одну молитву. Потому что оценку правильную дала всему. Вот это наследственность, след. Вот след. Какой оставил след? Я сегодня только какой-то след оставляю. Я могу действительно свои следы настолько возвеличить, что действительно хоть памятник стал, а могу сказать правду, что есть на самом деле. Но для этого мне надо ее видеть. Если я ее не увижу, как я ее скажу? Вы согласны со мной? Ну, если я ее не вижу, ну, как я буду говорить то, что я не вижу? Ну, увидеть надо. А когда я могу это увидеть? Когда приходит теснота и скорбь. Потому что в молитвенном доме, я ни разу говорил, мы все святые. Мы знаем, как себя вести, знаем, что говоришь, то не надо говорить. Может быть, загласитесь со мной. Может быть, не всех это касается, а дома, наверное, или совсем другие, или хоть немножко другие. А может быть, и такие, как и в молитвенном доме. Может быть. Я не говорю, что все одинаково. Но, тем не менее, разница, наверное, есть. Разница, наверное, есть в этом смысле слова. Потому здесь Господь говорил, что Он взял одну, одну мысль высказал, что у нас есть наследие одно. Это оправдание от Господа является наследием. И мы неоднократно слышали вот это место совершенно написание. Кто обвиняет избранных Божиих? Говорит, Бог оправдывает их. За что, конечно, благодарение Богу. Но, когда мы слушаем Слово Божие, не меня, а Слово Божие, Слово Господне, судит правильно у всех. Вот здесь уже никакой поблажки не должно быть со своей стороны. Вы помните слова Христа, который сказал однажды? Он сказал так, я вас судить не буду. Я вас судить не буду. И что, не будем судимы или будем? А кто будет судить? Слово, которое слышали, вот оно, вот оно, вот оно. А оно не покрывает ничего, оно ведет к крови Христа, оно ведет к голговской жертвы, грешник ты, и все. И притом, довольно строго. Если бы я вот это говорил, я не имею права. Но когда я читаю, что всякий, не любящий брата своего, есть человекоубийца, то что это? Неправда или правда? Правда, правда. Ну как же убить убийца? Так я же не убил. Я только просто терпеть его не могу. А ты не убиваешь, потому что знаешь, посадить. И то, что мы не делаем, то, что в наше чувство заложено, не потому, что оно не играет никакой роли. Есть ограничения. Есть Божий закон, есть Божье слово, есть Божье подопреждение, есть государственный закон. И он мешает гневу проявиться, он мешает ненависти делать свое дело. А отнимите все эти ограничения, оставьте только под влиянием вот этого чувства, и пойдешь и сделаешь. Почему? Бог и говорит. То, что ты не убиваешь, это не твоя заслуга, а моя. Это заслуга закона. Это заслуга Слова Божьего, которое подопреждает. Отними все эти ограничения, и пойдешь и сделаешь. Оно в корень смотрит этой проблемы. Поэтому Господь поможет нам сегодня тоже смотреть в корень. Правильно рассуждать о себе, о своих поступках, о своих делах, потому что однажды придет время и будет суд, и будет судить Слово Господне, которое вы слышали. А мы много слышали, правда? Много слышали. Может быть, что-то не совсем понятно сразу, не совсем сразу пережевывается, но тем не менее, Господь дает нам такие благословения. Мы говорили о том, что Господь предлагает воду свою. Помните? Это самая чистая вода. Кто был на прошлом разборе, я проводил такой пример, что есть сегодня медикаменты для простых смертных и есть для вышлепоставленных чиновников. вы всех медикаментов не получите. Ни за какие деньги. Там нужен рецепт, гербовая печать, и вы просто не получите. Хотя то лучшее. Только когда дело касается Слова Господня, это самое чистое Слово. Если это лекарство, это самое сильное лекарство. То есть священное Писание говорит, придите и покупайте и без черебра. Даже вы, у которых нет черебра. Помните вот это выражение. Покупайте даже вы, но то же самые бедные люди, у которых денег нет. Покупайте. И притом не просто что-то второстепенное, а самое лучшее, которое от Господа исходит. Им он о своих водах говорит. И притом не надо никакого серебра, не надо платы никакой. Если и есть плата, о чем мы говорили в прошлый раз, то просто время надо отдать. Или грех оставить, который любимый, тоже может быть платы. Но это такая плата, я не знаю, что это за плата. Но можно условно вот так сказать, поменять надо. Потому что я не раз говорил, купи, обменяй одно на другое. Я думаю, что были времена, где-то, когда и не за деньги покупали. Называется это бартерная сделка. Знаете, что такое? Это один продукт меняется на другой. Это тоже купля-продаж, но уже не за деньги, это предмет на предмет меняется. Там столько овечек за одного вола и так далее. Это опять купля-продажа. Поэтому в наше время мы ведем речь не о наших ценностях, которые нам очень нужны. Бог их от нас не забирает. Вы помните, Давид сказал, я сказал Господу, Господи, благо мои тебе не нужны. Благо мои тебе не нужны. То есть он не забирает у нас то, что для нас благо. они ему не нужны. Он наоборот дает нам больше. Но что-то приходится и отдать. Часть времени, часть усилий потратить каких-то и так далее, и так далее. И потому я обращал внимание, что не только важно хотеть иметь что-то, но вы помните, обращал внимание, это будет первый стих. Идите покупайте и ешьте. Можно желать, но не идти. И тогда ничего не получится. И тогда ничего не получится. Можно идти, но не покупать. Вы знаете, что можно сидеть в собрании, а сердце в своем отсутствовать здесь. с одной стороны, вроде бы пришли сюда, вроде бы, отдали время, а на самом деле, мысли где-то блуждают не здесь. То есть, никакой покупки нету. Ведь мысли остались там дома, кто-то из братьев может знает этого брата, я его хорошо знаю, я не раз пример рассказывал, когда молились, сестра подходила, были прочесты, подходит к брату и говорит ему, ну вот, говорит, наконец ты сюда пришел, а тебя же здесь не было, ты же трактор ремонтировал. Здесь, но тебя здесь не было, то есть ты пришел, но ты не покупал, ты не отдал время, чтобы слушать, а были заняты земными делами. Он правда говорит, правда так и было, все молились, а я думал, как трактор ремонтировать, сломался, потому что надо детей кормить, работать, надо, это было время Советского Союза, когда, как в Египте, значит, норму давай, говорит, а соломы не дадим, собирайте сами. Я помню, когда работал на комбинате, самому приходилось ездить за подшипниками, где-то там, за Бобруйск, потому что надо было эти ремонтируют, а подшипников нету, отправляли в командировку, и ездить доставай и ремонтируй. Ну и такое было время, и никуда от этого не денешься, поэтому прийти сюда, это очень хорошо, а еще надо отдать время туда, куда надо. Оказывается, можно уйти из дома телом, а внутренним человеком находиться там, не здесь, в молитвенном доме. И тогда уже пришли, а купить ничего не купили. Ну что говорят? Ну хорошо говорили, а что говорили? Кто его знает, что говорили? Ну хорошо говорили, а что говорили? Уже не помнят. Я понимаю, что могут быть такие случаи, когда и трудно запомнить все, но к чему все это говорили, обязательно надо запомнить. Вы можете не запомнить, какие места я приводил в Писании, можете не запомнить, сколько раз повторялся, а для чего говорил, вот это надо запомнить. Какой смысл во всем этом разговоре? Поэтому пусть Господь благословит нас, что мы действительно и шли, покупали, и говорит, и ешьте, и ешьте. А съеденное, оно обязательно произведет действие в последствии. Если прослушали, но в последствии оно не стало выполняться, значит, просто положили в запас, не съели. Потому что съеденный продукт нами, хотим мы или не хотим, он же вошел в организм, и мы будем двигаться за счет его. Вы поняли меня, что я хотел сказать? Раз съел, значит, все. Он усваивает, ты будешь делать что-то. А если положил на столе перед собой и не съел, то какая польза? Какая польза? И хотел бы сделать, но съел это нет, потому что не покушал. Поэтому хочется, чтобы в сегодняшний день мы не просто пришли, не просто купили, но скушали. И решили, это сегодня скушали, теперь на месте. Помните, я вам напоминал в прошлый раз, когда Господь говорил, соберете манну и что делаете? Ешьте. Не вставляйте до утра. Некоторые взяли и оставили, встали утром, черви завели, засмердило все. Вы понимаете, что сделали от того, что не съели и отложили на будущее время? Черви завелись. Вы думаете, что ели в последствии, когда черви завелись? Выбросили. Выбросили. Оно стало нещадобным, оно стало неприемлемым. Идите покупать без черва и бесплаты вино и молоко. Я в прошлый раз напомню только молоко. Это Слово Божие. Вино – это Дух Спятой. Вы можете некоторые тексты Писания сравнить. Есть такие тексты Писания. И одна из особенностей – вина. Если его выпить много, то что получается с человеком? У него разум его отнимается. Пьяный становится. Разум отнимается. Вы скажете, как можно сравнить Дух Спятой с вином, который разум отнимает? Очень просто. Отнимает плотской разум, дает свой другой. Он отнимает наш разум. Дух Святой учит мыслить по-другому. Не так, как мы мыслим. Он сводит нас, ума нашего. Оставит на свой ум. И в этом не будет ничего удивительного. И вы помните, какими умными стали первые христиане, когда Бог покрестил Духом Святым? Они стали говорить на разных языках. Не учили в школе ничего. И говорили и так понятно, что все понимали. Скажите, кто дал им такой разум? Дух Святой. Дух Святой. И вы сами знаете, в вашей жизни, в моей, были такие случаи. Когда я был в Финляндии, не помню, в каком городе, я сам не знал, когда молились. Одна сестра подошла, после, когда появился переводчик, она сказала, что мне говорят, что было сказано по рочеству о моем муже на финском языке. Было названо его имя, его состояние, что он думает, и что будет дальше. Я и сегодня не знаю финского языка. Знаю там, ой, ой, кей, хиво немножко. Макара, лейпа, ну, вот это, колбаса, хлеб. Ну, вот, вот и все, что я знаю. Ну, почему я такой умный был? Потому что это было выше, чем... Вы знаете, что брат Луки, точка самая младшая, где-то там, в Норвегии, первый раз появилась в церкви, говорила на норвежском языке, потом подошли, думали, что она знает, сказано, ничего не знает. Ну, сводит Дух Святой с ума нашего и дает свой ум. Но, конечно же, тогда, когда ему это надо. Не по нашему усмотрению, не по нашему желанию. Но когда это надо, на любом языке может сказать то, что надо. О чем можно много примеров приводить из жизни. И не просто так, ну, какие-то примеры, ну, неизвестного происхождения, было, не было, а вот реальные вот такие примеры. Действительно, это было вот так. Поэтому, вот то, о чем мы сегодня говорим, это не заблуждение, это не какие-то отклонения, это и есть вот это Евангелие. Евангелие. И Господь здесь говорит, получайте бесплаты вино и молоко даром. Какой точке зрения даром? Не за то, надо платить, вот, за сам дар, а просто какие-то усилия приложить, для того, чтобы взять то, что Бог дает. Ведь Господь-то говорит нам, все дают вам власть, наступать на всякую вражью силу. Ну, и тогда стоит вопрос, а почему не у всех она есть? Почему сгибаются люди под ударами греха? Почему не выдерживают? Потому что не взяли этой власти. Ведь одно дело даю, а другое взял, это же не одно и то же. Даю, и кто ее взял, то оно и видно, а кто не взял, то тоже видно. Вещи нет, то нет. Что ты будешь говорить, что есть, когда нет? И тут дело не в Боге, дело в нас. Может быть, не особенно ревностные, не особенно дорожим этим, но это могут быть различные причины, почему нет, но тем не менее, тем не менее, Господь дает и говорит, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Ну и второй стих. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Первая мысль какая? Что Бог дает серебро. Бог дает все необходимое для нашего насыщения, но не для того, чтобы мы развлекались каким-то образом пьянство, наркотики и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что и водка, и шекера, и наркотики, это не пища. Это не пища. А Господь здесь прямо говорит, зачем вам отвешивать серебро за то, что не насыщает? Это не пища. Когда-то брат Миша Кеба, вы его хорошо все знаете, где-то разговаривал с учащимися медучилища нашего. Ну, и где-то там затронул вопрос вот этого пьянства, алкоголя. Ну, знаете, они уже как медики, наверное, хотели не посмеяться. А ты, что не знаешь, что в организме организм сам вырабатывает алкоголь. есть? Он говорит, ну да, в вашем организме и мышьяк есть. Говорит, давайте тогда ложками мышьяк есть. Ну, поняли. Давайте тогда и мышьяк тоже есть. Говорит, так что? Организм сам вырабатывает сколько ему надо. Того же самого спирта. Ему не надо добавлять того, чего не надо. Он знает, что ему надо. А это не то, что насыщает. Это то, что отнимает разум. Поэтому вот этот текст Священного Писания очень хорошо отвечает вот на эти вопросы. Говорит, а где написано? Вот где написано. Бог дает все, что мы сегодня имеем для того, чтобы для насыщения, а не на другие причины, которые у нас часто возникают. Радости нет, но потому что живешь не так, как надо. Что такое вино, наркотики? Они просто уводят от реальности. Они уводят в иллюзорный мир. А потом протрезвел, и что? И все тоже. Значит, надо опять добавлять, чтобы оторваться, чтобы не видеть трезвыми глазами, что на самом деле есть. Люди находятся в обмане постоянном. Хотя, может быть, на некоторое время и отвлекают что-то. Но это же не то, что надо. Это же не то, что надо. Поэтому я и что раз напомню, очень часто я, допустим, слышу, а где? Вот даже написано в Священном Писании, что апостол Павел советовал Тимофею преть, пей не только одну воду, но употребляй немножко вина. Ради желудка его и частых недугов. Я говорю, во-первых, там был сухой закон. не пили вина. Если бы христиане первые пили вино, не надо было Павлу говорить, предь пей не только одну воду. Правда? Я просто логически рассуждаю. Если бы они употребляли вино, как сегодня на Западе, для них нормально это стакан, за обедом это нормально. Ну, вот на саванне того, что вот, мол, вот так вот написано. то, что написано вот о том, что они не пили вина, не употребляли. Если бы они употребляли вино, не надо было говорить, предь, пей не только одну воду, но употреб немножко вина. И здесь вторая сторона, я уже отвлекаюсь от основной темы, речь идет о лечении лекарствами, как лекарство. вы знаете, что апостол Павел, во-первых, конечно, сам был больной. Он сам был больной. И вы помните, я не раз говорил на эту тему, я говорил о святейшей вере, когда употреблял это место священное писание. Он трижды молил Господа, чтобы он дали эту жалую из плати. Помните? И Господь сказал, нет, этого не будет. И открыл Павлу, и Павел сам об этом сказал, не постещался сказать об этом. Он сказал так, чтобы я не превозносился чрезвычайно откровений, дано мне жалоб плуть, и Бог не хотел его забрать назад. Он сказал, так Павел, если я тебе дам здоровье полное, ты падешь от гордости. Поэтому будешь вот так вот скрипеть, будешь еле-еле ходить, но зато я смогу тобой пользоваться. Если тебе дам здоровье, ты падешь, как многие пали, от гордости, а гордость погубила многих. Не сумели отказаться от нее, не сумели дать правильную оценку, не сумели положить усилия, и пали гордость. И потому Господь сказал Павел, Павел, ты будешь больной. И был настолько серьезно больной, что однажды пишет, благодарил Бога за то, что не соблазнились на нем. Вот пишет прямо, благодарил, что вы на мне не соблазнились, потому что вы видели немощь большую. А вы знаете, как это выглядит? Других исцеляет, а сам больной. Ну, как тут понимать? И помните, Господь говорил, врач, исцели самого себя. Помните? Не знаю, чем болел Христос, написано, был муж скорбей, изведавший болезни. Вот как это понять глубоко? Не могу широко говорить об этом, но изведал болезни. И говорил, вы мне скажете при слове врач, исцели самого себя. Вот такое бывает в жизни. И удивляться ничего, что так. Если что-то есть, значит, оно нужно. И нужно не с нашей точки зрения, не по нашим рассуждениям. Оно нужно с точки зрения Божьей. Вот Он просматривает все. Он знает, что к чему. Но я веду дальше, чтобы больше к ней не возвращаться. И почему Павел так сказал? Вы помните, написано, что я оставил Трофима больного умилите. Павел говорит, через которых Бог исцелял, через которых Бог изгонял бесов. Даже воскрешение мертвых было. И Трофима вынужден был оставить больного умилите. Но сама, допустим, обстановка, сам смысл подсказывает. Ну, не может быть, что Трофим не просил, Павел помолись за меня. Но когда болит, то болит. Мы все ищем кого-то помолиться, что-то где-то найти, потому что болит. Не думаю, что Павел не молился за него. Помолились, помолились, ну, что, Трофим, ничего не могу делать. То же было и с Тимофеем. Павел называл его сыном по вере, помните? он его ценил очень высоко, Тимофея. И Тимофей болел, желудок болел. Частые недуги, я говорю, частые недуги. Это не просто когда-то раз в полгода заболел и все, а часто, это часто. И тоже не думаю, что Тимофей не просил Павла помолиться, просил, просил. Не думаю, что Павел отказался или молился небрежно. если уже Павел молился, то молился серьезно. А потом слушай, говорит Тимофей, лечись ты медикаментом, вина немножко, ничего не могу сделать, лечись. Вот как человек, по-человечески помогает сам себе, не против я, не против Бог, но ничего не получается, будешь болеть и дальше. Почему? Ну, наверное, тоже была причина какая-то. И причина не телесного характера, причина духовного характера. Поэтому вот здесь, когда речь идет о том, немного употребляй вина, речь идет о медикаментах, чтобы Бог не запрещает лечиться. Почему? Я так говорю. Есть крайности. Вот. Ни в коем случае никаких таблеток. Правильно. Если есть такая вера, дай Бог, чтобы так и было дальше. А в общем-то, ну, не получается так. Что делать так, как получается? Делай так, как получается. Поддержи. Вот как раз об этом идет речь. И здесь Павел говорит, я возвращаюсь назад, для чего отпишивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Вот еще подчеркиваю эту мысль. Вот определение Божьего. Для чего он нам дает что? Не ни на что лишнее, а на то, что надо, что пользу приносит нам. Ну, а здесь уже надо разбираться уже нам самим, что нам надо и что нам не надо. Я как-то помню, я просто простой пример приведу. У меня много инструментов дома. Один из братьев говорит, зачем тебе столько надо? Это лишнее. Я говорю, не лишнее. Мне света говорит, иди там что-нибудь сделай. Все на месте, раз, а за пять минут. Ты что, уже сделал? Я говорю, сделала. Ай, ей же хочется, чтобы подольше делал, побольше побыл. Ну, а мне быстрее надо. Правильно, я могу позвонить куда-то, могу найти у кого-то. Ну, попробуйте созвать, что полдня уйдет. А когда у меня под руками все, я раз, раз, все готово. У меня проблем нету никаких. Поэтому здесь же мы определяем, что нам надо, не со стороны. Я буду думать, что Дмитрию что надо, что пусть он сам думает, что ему надо, что не надо. А я буду думать сам, что мне надо, что не надо. Но, с другой стороны, я понимаю, что Бог не дает лишь бы на что, а на что надо, вот здесь же тоже надо быть аккуратным в этом смысле слова. Что надо, то надо. А что не надо, то не надо. Но это уже я решаю, что мне надо, а никто другой. Еще раз перечитываю. Лечу вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает. Послушайте меня внимательно и укушайте благо, и душа ваша да насладиться туком. Я беру еще один текст Писания. Послушайте меня внимательно. То есть, внимайте тому, что Бог говорит. Вы видите разницу внимательно слушать или невнимательно? Внимательные находят, пишут для себя в Слове Божьем. Невнимательные не находят. Они прочитали, ну и все, и ничего, и не видят там в этом месте Писания. И когда человек невнимательный, то Бог не может ему подсказать, ничего. Он же не думает, он же не внимает, он не рассуждает. А Бог вмешивается в наше рассуждение тогда, когда мы рассуждаем. А когда мы не рассуждаем, Он не может вмешиваться туда. И я хорошо помню, первое время, когда Бог говорил, так такую интересную вещь сказал, я просто коротенько скажу, когда говорит, садись читать Слово Мое, то читай его так, как будто ты ничего не знаешь, все свои знания оставляй в стороне, и тогда я смогу тебя учить. и говорит четко-четко, но если ты будешь читать как знающий, я не смогу учить себя. То есть почему? Я что-то знаю, о чем порассуждать еще. И пошел дальше. Не посчитал нужным порассуждать еще. А может в этом месте Писания есть нечто то, на что я не обращал внимания. А так оно часто и бывает. Вот какая-то одна в этом тексте центральная мышь сквозит. Она как будто закрывает все. Но присмотри, а там второстепенно настолько важное, чтобы из нее просто не обойтись в другом месте. Но это бывает тогда, когда всесторонне рассуждаешь и рассматриваешь. А если я знаю, все, ничего не будет, ты уже знаешь. Вы помните одно предупреждение такое? Кто говорит, что он что-нибудь знает, тот еще ничего не знает так, как должно знать. А кто любит Бога тому, что дано знание от кого? От него. Есть большая разница в том, что я знаю и что мне дано. На некотором уровне и по-человечески нечто понятно. есть некий уровень, некая граница, ну, самое-самое-самое, но для того, чтобы более глубоко знать, мало того, что мы сегодня знаем, оно должно быть дано. и оно дается это видишь, что оно дано, считаешь, 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 ничего не в одно мгновение, как все равно свет блесно раз, понятно стало. И уже понимаешь, что это не по крупице где-то анализируя, а вот мгновенно, как озарение, я не знаю, как это еще назвать, но оно настолько четко и ясно, что нет никакого сомнения, что это так. Потому что как будто возникло мгновенно что-то. послушайте меня внимательно и укушайте благо. Оказывается, само слово Господне несет в себе благо. Нечто настолько высокое, что можно оценить только словом благо и благ. Вот это самая высшая степень, наивысшая ценность определенной. Помните, нехто назвал Иисуса Христа учитель благи. И помните, что Господь сказал? Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Когда благо, имеется в виду то, что Бог дает с его руки. Полноценное, может быть, глубокое. Я понимаю, что глубокое на ту глубину, которую может наш разум воспринять человечески, потому что есть много вещей, которые мы просто не воспринимаем. Я могу об этом говорить, потому что я несколько раз испытывал такое, когда Бог говорил, и когда оно было в моем разуме, я понимал, что Он говорит. Но когда оно шло дальше, я не мог удержать, потому что в человеческом рассуждении нет такого смысла. вы меня понимаете, что я говорю. Вот когда оно было здесь, я понимал. Оно выходило, я его не мог удержать, потому что невозможно его удержать. Вот эта глубина, которая по-человечески, она не может быть воспринята. Поэтому я и понимаю сегодня, что не все Бог может нам сказать на сегодняшний день. Мы не все можем уместить. Возьмите пример с ваших компьютеров. Но теперь-то, наверное, это трудно. То, что я буду говорить. Раньше это было так. Я, значит, набрал что-то, а он не отвечает. Слишком большой файл, не могу сохранить. Но теперь-то вообще мощное все, не сохраняется все. Говорят, удалите то и то, и это сохраните. А я помню, первые времена было еще 386-й там. Поэтому у Бога настолько глубокие мысли, настолько глубокие помышления, просто-напросто даже самый высокий человеческий ум, некоторые моменты, некоторые планы Божии, некоторую мудрость просто не может уместить. И нам просто приходится верой принимать то, что Бог говорит нам. Вот сказать так, а почему? Нам хочется знать, почему? Но мы просто пользуемся этим. Я не думаю, здесь образованные люди, наверное, высшую математику проходили, интегральные исчисления. Вы просто берете формулы и пользуетесь, подставляете данные и решаете. Вы не проверяете эти формулы, а правильны они или нет. Вы их просто не проверите, вы не знаете, как они возникли. А вот тот, кто ее вывел, он знает, откуда все начиналось, как он шел логически рассуждая, как он пришел. Но он это сделал и дал мне формулу. Сказал, вот эту формулу рассчитывай изгибы, рассчитывай на растяжение, на разрыв и так далее, и так далее. Вот тебе формула. А знать, как она произошла, зачем она тебе надо. может быть, в некотором смысле в Библии очень много и формул таких. Написано так, и делай так. А почему? Ну, написано так, написано. То в некоторых случаях Бог открывает, чтобы мы не думали, что это просто так написано. А у некоторых просто читаем и исполняем. Ну, почему в одном случае Бог сказал Аврааму, иди в Египет, а Исааку сказал, по опыту отца, он хотел, когда голод пришел, он хотел пойти в Египет, а говорит ему, не ходи в Египет, а живи тут, я тебя тут благословлю. А он хотел в Египет, и отец так делал. А для тебя не так. Или помните, когда Давид воевал, вот когда услышишь шум деревьев, тогда иди, а потом второй раз, а совсем по-другому уже. А теперь вот так сделай, почему? надо только пожать плечами, почему одно а потом так, да и делать так, как надо. Или вы помните, я не один раз говорил о водительстве, когда народ израильский шел в битовую землю, то перед ними днем столб огненный, значит, ночный столб огненный был, а днем столб облачный. Но он же их вел совсем не по-человечески. Было время, когда приходило время к ночи, но всем ясно, что днем надо идти, а ночи надо отдыхать. Они останавливались, разбивали свой лагерь и отдыхали. Наступало утро, столб поднимался уже облачный, потому что ночь прошла, пошли. А было так, пришли, на ночь остановились, пришло утро, а столб стоит, не идет. Ну, по-человечески надо быстро идти в обитованные земли, а он стоит. И Писание говорит, один раз стоял несколько дней, другой раз стоял целую неделю, десять дней там сколько стоял. Вот почему он стоит? Наверное, спрашивали, Моисей, почему не идем? Он говорил, столб стоит, не идет, а Бог нам сказал, когда столб пойдет, тогда идите. А почему он не идет? Он говорил, мы не знают, мы не знают, я вижу, что он стоит, этот столб, а почему стоит? Не знаю, ну, так надо идти, уже целая неделя прошла. Слушайте, успокойтесь, столб стоит, Бог сказал, когда столб пойдет, идите, но почему он стоит? Ну, не знаю, но он стоит, я не могу идти дальше. И, наверное, до сегодняшнего дня никто не знает, почему так Бог делал. Может быть, если бы поглубже священное Писание знать, может, где-то и есть, чтобы сказать, почему так было. Но я одно знаю, так надо. И Моисей говорил, так надо, а почему надо? Не знаю, почему так надо, но так надо. И мы не можем идти, потому что не будет сопровождения Господня, если мы пойдем без столба. Поэтому нам сегодня тоже очень важно, чтобы укушать благо, вот с чьих слов. Но скажите, если, допустим, Бог мне говорит что-то, а я с этим не соглашаюсь, то я укушаю благо от этого слова или не укушаю? Нет, нет, потому я его не принимаю. Укушайте, и тогда благо получите, а только от того, что знаете, да не делаете, ну какое благо? Писание говорит, то вы большое злость делали, помните, пришли помолиться, что Бог скажет, а когда Бог сказал, они не стали делать, они по-своему стали делать все. И Господь сказал, вы согрешили против себя сами, зачем мы пришли, было бы хоть немножко оправдания, не знали, а вы знаете, кто не знал и делал тубит, будет меньше, помните, это место писания, а кто знал и делал, то бит будет что? Польша, зачем мы навлекли на себя больше битами быть? Пришли, спросили, а потом стали делать по-своему, зачем это? Вы согрешили сами против себя, еще один грех сделали, зачем спрашивали? Поэтому послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладиться туком. Вот обратите внимание, конечно, я думаю, что здесь слово душа имеет в виду дух наш человеческий. Я опять повторюсь, может быть, для кого-то впервые, для кого-то будет еще повторение, что когда стоят рядышком вот три-вот третье слово дух, душа и тело, то душа в этом смысле жизнь означает, которая образуется тогда, когда дух наш соединяется с телом. А когда просто стоит слово душа, вот допустим, другое местописание, души убиенных поджертвенников возопили, доколе, владыка, святый истин, не судишь и не мстишь, живущий на земле за кровь нашу. Это уже были духи, это были духи человечества, которые оставили тело на земле, а после убили вот это тело, растерзали может быть. Поэтому, когда вот здесь идет слово душа, то я думаю, имеется в виду наш дух, а он насыщается только слобом Божиим. Его не устраивают деньги, наш дух, его не устраивает наш кусок хлеба, это для плоти нашей, а для духа нашего нужно слово Божие. И вот как раз здесь Священное Писание говорит, душа ваша насладится туком, а тук, я уже вам говорю, это жир, это по сути дело, и есть пища. Потому что вот то, что мы съедаем, Священное Писание говорит так, это не пища все, пища остается в нас, а то не нужно, оно выбрасывается. Вы помните, ЧМ говорит, очищается всякая пища, то жир или тук, библейский язык тук, жир, это пища, в которой запас сложено, она разлагается полностью, там уже отбросов нету. Вы меня хорошо понимаете? Так вот, Слово Божие чистое, которое мы читаем, это тук, это жир. Уже то, что я могу добавлять, это может быть и не туком даже. А вот Господь говорит, вот то, что вы читаете, когда никого нету, ни проповедник, никого читать Слово Божие, это тук. Это то, что надо принимать без всяких оговорок. Может быть, разжевать его, понять, о чем говорит Слово Господь, это другой вопрос, но оно принимается без всякого разговора, это тук. Сюда нечего добавлять и отсюда нечего отнимать. Это пища полноценная, все остальное может быть, не пищи. Я приведу один пример, кто-то когда-то привел такой пример, когда один из братьев проповедовал, и проповедовал он долго, апостоле спросил у кого-то из членов церкви или слушателей, я уже не знаю, кто-то был, но что-то запомнил из моей проповеди. Он сказал так, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. А все остальное, все остальное не помню. Все остальное, а вот это тук, потому что он буквально цитировал то, что написано в Писании, а все остальное он говорит, я этого не помню, а вот это я запомнил. Вот Священное Писание предлагает нам тук. Вот то, что мы читаем в Священном Писании, это то, что не надо чистить, это то, что не надо обогащать. Писание предупреждает конкретно и ясно. Если кто отнимет что-нибудь от Священного Писания, у того отнимет Бог участие в книге жизни. Помните? А кто добавит что-нибудь, то что будет с ним? Того Бог наложит язвы. За то, что добавил. А за то, что отнял, отнимет. И это именно вот то слово, которое мы сегодня читаем, которое у нас есть. Это не то, о чем сегодня люди часто говорят, когда добавляют что-то, когда переделывают что-то. Когда что-то ищут дополнительное. А вот то, что мы сегодня держим в руках, это и есть тот тук. И Писание говорит, если будете внимательны, если со всякой ответственностью будете относиться к Слову Господню, то будете не насыщаться, вот интересно слово, насладиться туком. Вы разницу видите? Удовлетвориться и насладиться. Это два разных уровня. Можно покушать хорошо, но если это не совсем то, что нам приятно. Или, может быть, я имею в виду нашу сторону физической жизни. Или, может быть, не совсем хорошо приготовлено. То покушать покушал, все нормально, а насладиться не насладился. А вот нужно и покушать, и насладиться. Так вот, Слово Господне не только насыщает, просто насыщает, оно дает наслаждение. А это уже уровень, а это уже уровень, ну, вот тот, который именно Господь предлагает. Насладиться туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и живо будет душа ваша. Ухо есть у нас, у нас всех есть уши. Ну, их еще что надо делать? Преклонить к слушанию. А это уже от кого зависит? От меня или от Бога ухо преклонить? От меня. Это мое ухо. Я что с ним хочу, то и делаю. Ну, не совсем, что хочу, то и делаю. Но тем не менее, оно мое. И уже ей буду эту команду. Нам. Это ваша часть. Это вы преклоните ухо. Преклоните ухо ваше. Почему? Потому что через ухо проникает что-то. Я еще раз напомню одно из местных вященном Писании, что это очень важно, потому что для нас звучит слово Господне. Оно через уши проходит. И вы помните, что внешний мир, он влияет на нас, проникая в наше сердце. Через уши, через глаза, через обоняние. Еще через что? Вот это три основных канала. А вы помните, в 4 главе Вангелия от Марка написано, что там о Слове Божьем, о посеве Слова Божьего идет речь. Что Господь разные почвы засевает. И там есть такое выражение. Но говорит, «Все пожелания, входя в них, заглушают Слово». Пожелания, входя в них. Значит, они снаружи эти пожелания. Кто-то их формирует. И они через уши, вот в данном случае, когда я говорю, это слово «в уши» направляется. что у последствий делать работу внутри. Через глаза, наверное, нет, потому что, ну, это не, так сказать, не видеоинформация, это аудиоинформация. И я обращаю внимание на это очень. К чему мы ухо преклоняем? Помните, я вам рассказывал, как это еще, как грех получается. Внутри у нас есть желание какое-то Богом сотворенное, если что, внешний мир, где работает бесовский мир, работает через людей. Я помню, я вам продел пример, простой житейский пример. Я, значит, сижу дома, работаю, а мне жена говорит, «Коля, иди кушать, время пришло». Я говорю, а я еще не хочу, потому что я правда не хочу. Я не хочу. Я ее не обманываю, я же дома, я не в гостях. Я говорю, а я еще не хочу. А она начинает работать, проникать у меня. Она говорит, «Ну иди», начинает меня убеждать. Ну, время пришло, ты уже давно не кушал. Ну, говорю, ну и что, я давно не кушал. Я обычно смеюсь, говорю, я уже статываюсь, мне не надо столько на возраст идти, мне хватает один раз где-то. Она мне говорит, «Ну, ну, давай вместе с вами, надо же будет еще раз, мне готовить, опять надо греть». Я иду, уже начинает доходить до меня. А я ж не хотел. Никакого желания у меня не было есть, абсолютно. У меня было другое желание. Я читаю, у меня другое желание. И мне поэтому и не хотелось, не хотел перерывать мысль мою. Ну, иди. Я захожу. Глянул. Котлеты вроде красивые, хорошие. Потянул носом. Я уже готов есть. Сел, покушал, дай, что-то, он говорит, он говорит, вообще не хочет перерывать, добавку просишь. Вот так работа происходит. Я бы на простом примере показал. А я ж не хотел, правда не хотел. А потом, раз эти каналы, раз, заработал, все, уже не только поел, мне уже еще мало оказалось. Преклоните ухо ваше, чтобы не просто какие-то похоти вошли куда-то. И все так сегодня делать. Я уже не распространяю на все. Глянул, понравилось. Но то же самое Ева сделала с Адамом. Сама вкусила, понравилось. Говорит Адаму, иди. Показала ему, что красиво, и все. Он взял и съел. Оно же пришло в него снаружи, он же сам не хотел есть. Он не собирался есть. Тем более, от дерева познания добра и зла он не хотел это делать. Но он это сделал, потому что снаружи пришло и возбудило внутри, и все. Вот, пожалуйста, работа какая. Поэтому здесь Господь говорит, ухо ваше преклоните. И когда вот то слово через уши придет во внутреннего человека, оно свою работу сделает определенную. Какую? Двоякая работа. Или человек примет, получит благословение Божие или получит осуждение за то, что не принял. Я тебе говорил, Господь скажет, и ты хорошо слышал, но не принял. И вы помните это место священного Писания? Он говорит, они сами себя подвергли многим скорбям. сами себя подвергли многим скорбям. Почему? Не приняли Слово Божие, не приняли вразумление. Сделали по-своему. И потому что они это не наказание, это не гнев какой-то, а что посеял, то пожал. Всего лишь наказания нет никакого. А что посеял, то пожал. Поэтому сегодня очень важно, к чему мы преклоняем уши, как слушаем, как понимаем, как принимаем. И результат будет такой же. И результат будет такой же. преклоните ухо ваше и придите ко мне. Потому что Господь здесь говорит вот о чем. Что если вы куда-то пойдете искать эту удовлетворение, вы не найдете. Придите ко мне. А уже что-то будет значить, через кого Бог будет говорить, лишь что или через кого-то. Это другой вопрос. Но цель наша сегодня, я думаю, ваша была, не меня послушать, послушать Слово Божие. Если меня просто, это неправильно. Мы сегодня идем. Какие бы цели мы сегодня не ставили, мы идем к Господу. А через кого Он будет делать, это уже другое. Но Вы ко мне придите. И когда мы идем к Господу, то и Сам поможет, и люди найдутся, помогут. Но если будем искать не Господу, а как-то другую, какую-то центр, какое-то притяжение будет у нас, то Бог не будет тогда работать. Он говорит здесь, придите именно ко мне. Ну вот часто я вспоминаю, я всегда информацию даю, приемный день, я всегда напоминаю, что если вы приехали, вы приехали к Господу, а не к нам и не ко мне. Я всегда говорю, я не Бог, и в группе молитв не Боги молятся, поэтому, почему я так говорю, потому что несколько раз было, значит, говорят, приехали как к человеку, они ничего не получат. Я помню, как-то приехала одна из женщин, после оказалась она вообще и не верующая по сути дела, оказалась она не верующая, я ей говорю, слушай, я же не колдун, мне деньги заплатили, и я делаю кому-то, я вам предлагаю покаяться, какое же там же покаяние, когда она ехала как к колдуну, наверное. Ну, помолились, она идет мне за полу, держит, ну, исцелите меня, исцелите меня, я говорю, слушай, я не исцеляю никого, она бежит следом, держит за полу, исцелите меня. Вот разница к человеку и к Богу, есть две больших разницы, и мне просто очень хочется, чтобы, когда мы что-то просим, мы к Богу шли, если мы идем к Богу, то Бог найдет возможность или самому лично, или через наших близких, или через далеких делать свою работу, но для этого надо идти к нему. И я всегда повторяю, что когда я вам говорю, что не делайте ставку на меня, то я говорю, что я не разрушаю вашу, я наоборот ее строю. Это не вера, когда она основывается на человеке, на личности. Для человека может быть приятно, что именно им по-особому, но на самом деле это уж вред. На самом деле это вред большой, если ставка делается на человека. Поэтому я обращаю на это внимание, где Господь говорит, преклоните ухо ваше и прийти ко мне, и живо будет душа ваша, потому что Слово Божие является питанием для нашей души, для нашего духа. ибо не одним хлебом будет жить человек, но всяким Словом Божиим, исходящим из уст каких, лишь бы с каких или Божиих? Божиих, Божиих. Люди очень часто берут Слово Божие, но они берут не то, что надо, и не туда, куда надо. А вот когда Бог это делает, то Он делает тут все квалифицированно. Это будет и Слово Божие, и будет взято то, что надо, и тогда это будет питанием для духа, питанием для души, потому что наш человек состоит из тела и из духа, и я не раз говорил, духовную, душевную рану рублем не заклеишь, куском хлеба не заткнешь. Для него нужно Слово Божие, для нашего духа. Поэтому Господь здесь особенно обращает внимание именно на Своё Слово. И жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Вы знаете, вот как вот ценно вот это слово. Я дам вам милости, обещанные Давиду, вечные, неизменные. Что это значит? Если Бог дал обещание, ему надо верить, его обетование не меняется, и условия спасения тоже не меняются, и святость его тоже не меняется, не в связи с событиями определенными, не в связи с людьми, с которыми он контактирует, не может быть, что для одного один принцип святости, а для другого другой, она для всех одинаковая. если нельзя воровать, то нельзя никому, если нельзя клеветать, то нельзя никому, если нельзя обижаться, то нельзя никому, если нельзя гневаться, то нельзя никому, никому. И это очень ценно для нас на сегодняшний день. Когда мы пришли к Господу, то Бог взял нас, кого-то на труд взял, кого-то взял, будил определенный, обещал спасение, что помогу тебе ходить в этом спасении. И это очень важно, что говорит, неизменные милости, вечные. Поэтому можем иметь основание на Господу надеяться, что это вечное обещание, но не меняется, лишь бы только мы не менялись. Вы знаете, что есть люди устраиваются на работу временно, есть устраиваются на постоянно. Скажите, кто более уверенно себя чувствует, тот, кто постоянно на работу устроен или временно? Кто постоянно? Пусть тут зарплата немножко меньше, но она постоянная, а там большая, но она временная. Сегодня работаю, а завтра нет уже. Вы когда-нибудь жили на квартире, наверное, жили в своем доме. На квартире живешь и не знаешь, когда тебя хозяин попросит уходить. А когда живешь в своем, живешь спокойно. Может быть, что-то и больше надо, и больше надо усилить какие-то, но это постоянно, это твое. Хотя на земле вообще постоянного нету как такового. Но я имею в виду то, что мы понимаем для земли постоянно. Но вот здесь Господь говорит, я если что-то делаю, если что-то обещаю, я обещаю постоянно. Я не меняюсь, но только вы не меняйтесь. Только вы не меняйтесь. Потому что если вы поменяетесь, свернете с пути, то мои благословения расположены на прямом пути. Если пойдете рядышком или в сторону, вы же не дойдете до них. Их нету на этих путях этих благословений. Поэтому, если мы не поменяемся, то Господь не поменяется. Я еще раз перечитаю. И жива будет душа ваша. И дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Поэтому что сегодня Господь от нас требует? Вернуться первоначальным источником нашей веры к Слову Божию. Может быть, что-то в течение жизни у нас поменялось. Может быть, у нас стало какое-то мнение свое появилось. То есть, священное Писание говорит. Писание не меняется. И Бог не меняется. И вы не меняйтесь. Еще раз напомню то, что я однажды говорил. Остановитесь на путях ваших. Помните. Рассмотрите, где путь какой. Древний. Идите по нему. И найдете покой душам вашим. А на новых путях не будет покоя. Не может быть ничего нового. Вы помните, Писание говорит. Вот люди говорят, вот это нечто новое. Даже о жизни вот этой нашей, общественной, в этом физическом мире. А Писание говорит, нет ничего нового. Это уже все было, но оно забыто. И вы сегодня знаете, как моды возвращаются назад, да? То, что забыл, опять назад возвращается к истокам. А то Слово Божие, это более серьезный мотив обратиться к нему, чем люди где-то что-то ценное опять возвращают назад из прошлого. А Писание говорит, а в Писании все очерчено. Ничего нового. Потому что Господь не меняется. В каком смысле слова? А вообще-то, если говорить вот так, то навратно сегодняшняя цивилизация где-то что-то большее имела. Было время, люди пользовались, может быть, другие законы знали, чем сегодняшние, но прекрасно жили и прекрасно пользовались. И достижение науки, и техники сегодня открывают такие вещи, что трудно поверить, что это так было на самом деле. Но было. Конечно, подумайте сами. 969 лет прожить на земле, неужели ничему не научишься? За 40 лет чего-то люди достигают. Это ж только-столько же. Притом разом не так было замусорено, как у нас сегодня. Это ж только-что-только-что разрыв произошел. Конечно, имели все. И грандиозные постройки, и техника, и так далее, и так далее. Я уже об этом не буду говорить. Сегодня находишься, что и аккумуляторы были, и связь была какая уже там была. И тирали только потому, что отступали от Бога, и уже все-то тирали. А вообще было очень все развито, и так далее, и так далее. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, для того, чтобы мы понимали, что Бог обещал нам неизменное. И нам сегодня не стоит волноваться, что что-то поменялось. Но опять повторяю, если сами поменялись, есть вопрос, что это означает, что нам надо меняться. Но я твердо знаю, что Бог с нами не пошутил, когда призвал нас на путь спасения. Он сказал нам, что хочет ввести в Царство Небесное. И его не поменялись планы до сегодняшнего дня. Несмотря на то, может быть, у нас в жизни что-то произошло. Может быть, мы не получили то, что хотели. Может быть, потирали то, что не думали тирать. Это с нашей стороны, а с его стороны цель осталась неизменной. Он хочет нас ввести в святую вечность, за что благодарение Богу. Поэтому вот я отдал его свидетелям для народов, вождем и наставникам народа. Вот ты прозовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего, ради святого Израилева. Ну, кто был свидетелем народа, вождем, наставником народа? Конечно, Христос в свое время. Мы уже не говорим о том, о чем тогда мог вести речь Исаия. Но мы сегодня знаем, кто у нас является вождем. Кто сегодня является свидетелем о Боге, самым сильным свидетелем, который открыл могущество Божие. Это и утешал волны морские, и врачевал больных, самых безнадежных, и воскрешал мертвых. Он дал свидетельство о возможностях Бога, которыми Тот обладает. Поэтому мы уже, если Бог сохранит нашу жизнь, будем живы, будем дальше продолжать. Очень важно мы здесь лежим в 4 стихе и в 5. А сегодня пусть Господь нас благословит. Пусть это слово, которое Господь сегодня говорил, нам ляжет в наше сердце. И пусть наши души будут напитаны чем туком, который принесет обид.